всем привет итак у нас сегодня второй день нашего марафона марафон у нас называется бычки на удачу вот и у нас сегодня второй день вчера мы рисовали фердинанда и девочку сегодня мы будем рисовать пейзажи вот и пейзажи я как а совмещу акварель и совмещу акварель и гель-лаки покажу как работать потому что пейзажах кстати это очень здорово будет работать потому что здесь вот как раз вот эти вот мелкие различные веточки кустики да если вообще что-то будете вот такой вот так как бы рисовать пейзажи какую-то прорисовку делать в общем-то акварель здесь очень даже будет здорово работать значит смотрите по поводу по поводу фона что хочу сказать у меня вот я взяла не белый фон а я взяла вот такой вот пастельный желтый вот потому что здесь вот идет именно такой вот как бы контраст цветовой гаммы фиолетовый сиреневый до желтым за счет это получается такой светящийся пейзаж зимний вот и поэтому можно на белом можно до более яркий такой взять фон желтый поэтому в общем то вы сами смотрите да то есть это в общем то на ваше усмотрение и так мы начинаем работать гель-лаками у меня здесь дисперсионный слой липкий слой вот и я сейчас сначала конечно намечу у нас будет с вами вот такая композиция красивая кстати мы эту композицию с вами рисовали но вот кто у нас является участником арт-клуба и вот на ютюбе у нас идет как мы как раз рисовали этот пейзаж в акварели на бумаге поэтому кто хочет тоже пспы порисовать можете туда взглянуть и посмотреть я как раз отработать акварелью этот пейзаж так сейчас я пейзаж к вам покажу вот что касается рисования пейзажа я хочу сказать что здесь конечно нужно обязательно знать такую систему сейчас тоже ее вам покажу и так пейзаж пейзаж вот такого плана вот он у нас видите вот этот пейзаж мы как раз рисовали акварельной бумаге и сейчас мы его нарисуем на типсах вот и нарисуем гель-лаками но прорисовочку я сделаю акварелью вот поэтому а кто будет работать тоже рисовать акварелью соответственно подготовьте но я знаю что у вас у всех есть акварель который в общем-то будет рисовать поэтому и так значит комментарии я уберу чтобы было видно образец чтобы он не мешал итак начинаем значит когда мы рисуем пейзажи любые городские сельские загородные какие-то там например фантастические фэнтезиев то есть наша самая главная задача это естественно определиться с планами да вот и определить линию горизонта я беру тоненькую кисточку и сначала мы с вами намечаем значит в качестве как бы вот этого цвета разметочного да скажем так можно взять в принципе вот такой какой-то вот фиолетовый оттенок да не очень интенсивной и можем сразу в общем то вот как бы сразу вводить тот цвет который нам в общем то нужен да и так я взяла вот такой фиолетовый я возьму белыми конечно понадобится прозрачной потому что когда вы рисуете пейзажи вы должны помнить что у нас достаточно ярко прописывается передний план вот и связи с тем что присутствует у нас воздушная перспектива да такая прослойка воздуха поэтому у нас дальний план он как правило всегда бывает менее четко четко виден да то есть умение прописывается вот как раз для того чтобы создать иллюзию вот этого пространства вот поэтому когда мы с вами сейчас будем рисовать то есть я все-таки возьму как бы вот этот цвет но фиолетовый да но я его все так же по той же системе я его сейчас разбавлю прозрачным вот и еще я его плюс высветлю то то есть мне нужно будет фиолетовый такой сиреневый оттеночек легкий и так значит у нас река протекает вот в центре нашей композиции идут солнце да то есть вот это вот все такое освещение теплое вот поэтому сейчас с вами должны будем наметить вот и по краям в качестве вот этих вот да как бы обрамление такой вот здесь вот у нас это светящееся солнце да и в качестве у нас такой вот как бы обрамление как рамочки растут такие вот нарисуем деревья да такой скажем так естественная рамка натуральная вот в качестве деревьев так я смешиваю белый сиреневый да то есть вот у меня как раз такой цвет тот что нужен немножко добавляю прозрачный то есть для чего я это делаю мне нужно просто наметить до наметить задний план наметить до очертания текущей реки вот но и соответственно тоже деревья значит первое что вы должны обязательно делать когда вы рисуете пейзажи это найти линию горизонта то есть она у нас может быть везде зависимости от того какой угол зрения до иногда например когда вы рисуете какие-то леса горы на заднем плане вроде как ее не видно но все равно эти леса горы где-то стоят поэтому в любом случае линию горизонта вам нужно будет обязательно наметить и так находим да то есть это идет строго горизонтальная линия да то есть строго горизонтальная линия поэтому мы с вами ее отмечаем то есть вот она у нас значит на заднем плане я вижу на своей картиночки у меня идет такой знаете там растет небольшой видимо лесок то есть такие легкие очертания деревьев ну как бы даже елочек до присутствует вот поэтому я пока их не буду рисовать то есть мне самое главное сейчас разобраться по плану и так значит на правом типсе я вижу такой знаете выступающий берег острый до прямо углом вот и на нем деревья поэтому я сейчас делаю следующих значит а вы отмечаете у нас берег всегда выше чем река да то есть поэтому рисуем тем более там заснеженные кустики вот значит проводим вот такую линию и вот такую да то есть вот нарисовали угол дальше смотрите так как река может извиваться русло реки да поэтому вы можете да еще вот например если у вас будет опять делаете вот такую скошенную линию и рисуете горизонтальную линию посмотрите для того чтобы ваша река текла обязательно у вас должна быть горизонтальная линия вот иначе у вас река будет стекать как бы вы знаете вот как водопад то есть тоже такой как момент есть да то есть нам нужно чтобы река текла и так значит у меня вот здесь вот да я отметила линию горизонта я отметил выступающий берег вот и далее что я делаю я намечу очертание деревьев да то есть вот у меня получается вот здесь вот на берегу дерева и второе дерево да то есть пока я ничего там не прорисовываю никакие веточки вот я сейчас пока просто вот так вот наметила очертание да так следующее здесь более сложный берег то здесь у нас идет несколько таких выступающих как бы берегов вот ступов берега вот поэтому мы с вами сейчас здесь тоже будем намечать значит смотрите провожу горизонтальную линию и естественно строю такой вот ну как бы не то что вот уголочком да то есть показываем что это какая-то возвышенность такой берег засыпано снегом дальше провожу еще одну горизонтальную линию видите вот вот и далее тоже уголочком рисую верхнюю вот видно да река потекла у меня значит большую ошибку делают люди которые не проводят когда рисуете вот реку какую-то плоскость обязательно горизонтальные должны быть движение кистью то есть независимо от того чем вы рисуете вот поэтому это очень важный такой момент если вы хотите чтобы ваша река текла не стекала там откуда-нибудь вот и собственно говоря на здесь вот тоже идет такой берег заснеженной да и вот и и к у нас вот так вот и протекает так на заднем плане есть еще вот здесь уже да то есть такой менее заметный вот такой менее заметный смотрите когда вы рисуете на типсах то есть понятно что на картинке то можно больше нарисовать потому что вот если посмотреть вот этот наш акварельный пейзаж которым рисовали на ютюбе да то там понятно место много можно все перенести вот вы конечно смотрите относительно возможности вашей плоскостных да потому что понятно что если это будут маленькие ноготочки у вас может быть и река короче как русло реки и собственно говоря вот этих выступов берегов тоже меньше да то есть все зависит от того сколько места и так я наметила да то есть вот у меня уже есть пристроила на заднем плане но не факт что это будет видно вот можно за полимеризовать вот но у нас здесь также есть деревья давайте мы тоже наметим то есть у меня вот здесь вот есть значит вот такой специальный достаточно выступающий берег активное значить что на нем на нем елка у елки такой вот наклон она прямо указывает вам вы посмотрите на это светящееся солнце то есть это задумка автора кто рисовал эту иллюстрацию вот но вот на этом берегу у нас есть деревья тоже такие же которые выступают вот в качестве такой вот рамы дай намечаю пока только стволы то есть я их потом нарисую сейчас у меня достаточно такой нейтральный цвет который в общем то ну скажем так не выстроит мне не даст тот цвет который мне нужен для именно передачи цвета вот этих деревьев и так я наметила и теперь что я делал я могу сполимеризовать могу в принципе сразу рисовать да то есть это в общем то вот как бы не принципиально потому что я теперь просто знаю где это делать вот и теперь а мы начинаем предварительно значит значит с чего я начинаю рисовать мне нужен в принципе я взяла сразу такой вот исходный цвет малиновый да то есть потому что у нас здесь вот как бы идет контраст желтый и малиновый так и я сейчас намечу задний план то есть немного прозрачного да то есть работаете прозрачным чтобы пейзаж получился такой легкий красивый да то есть давайте мы с вами будем тоже использовать как бы вот это вот немножко даже такой как бы акварельную технику и так я наметила задний план линию до горизонта то есть там у нас идет лесок вот и теперь я что делаю там елочки такие небольшие поэтому я сначала провожу естественно ствол а потом могу вот так вот немного растянуть это сюда вот и собственно говоря здесь тоже то есть проводим прямую линию вот вот так вот да провели прямую линию вот и потом проводится горизонтальным такие вот линия да то есть вот вот собственно говоря это то что нужно сделать потому что здесь у нас достаточно все условно потому что это задний план мы его не прорисовываем очень активно чтобы у нас не выделялся то есть мы его потом можем добавить если нам нужно будет там какую-то сделать прорисовку вот но здесь такие вот как батюшка таня то есть скорее всего это перекроется может не перекроется поэтому я нарисовала елочку тоже значит кончики вытягиваем да то есть вот здесь нужно в общем то вот как бы скажем так не очень сильно стараться вот но и самое главное чтобы это не получилось такой знаете вот как бывает прибитые такие рейки да то есть вот такой план то есть снизу шире вот причем угол наклона может быть разные да то есть вот так вот широкой линии потом так так может быть да и то есть вот любые линии только не горизонтальные да то есть под разным углом могут быть вот вы получите ёлку по сути дела вот можете там еще так вот кончик вытянуть следующее что мы делаем а я сейчас намечу намечу сразу берег значит провожу вот такими вот горизонтальными мазками да я начинаю прокладывать свет то есть там идет как раз у нас контраст фиолетовый и золотистый такие оттенки будут вот прям сухой кистью можно так наметить у меня здесь липкий слой вы естественно сами решаете как вы рисуете потому что как вы понимаете рисовать можно и на матовом фоне да можно рисовать и на липком слое то есть как я сейчас это делаю да опять таки если у вас конечно проверенные вами гель-лаки потому что иногда по липкому слою начинает скатываться да как бы собираться немножко геля вот поэтому вы естественно смотрите то есть если у вас такая история то вы просто перекрывается матом топом ну или глянцевым бафите его или не бафите то есть принципе сейчас вариантов рисования достаточно много поэтому вы для себя уже решаете я вот сейчас рисую быть по липкому слою у меня даже немножко кисточка как бы липнет и сказала итак я наметила берег сиреневым да я отметила вот у меня есть река и вот теперь что мы с вами делаем да пока никакие деревья ничего не рисую то есть я это фиксирую в лампе и теперь мы с вами что начинаем мне нужны цвета потому что у нас очень красивый вот такой переливающий золотистый небо вот поэтому мне нужны сейчас естественно цвета обязательно возьму неоновый такой возьму неоновый розовый вот значит возьму оранжевый такой оранжевый то есть я сейчас прям беру такие вот оттеночки фиолетовые у меня есть вот единственное хочу взять вот такой знаете вот как бы малиновый цвет еще но такой темный малиновый у меня есть так конечно красный ну и конечно я беру черный с него никуда конечно желтый хотя меня желтые есть в фоне да то есть у меня желтый такой пастельный вот но все равно возьму желтый потому что на основе желтого я всегда мешаю коричневые цвета то есть это мне ну и красные оттенки вообще понадобится но конечно беру черный цвет потому что у нас есть итак мы начинаем с вами рисовать а то есть я немножечко сейчас займусь фоном вот этим вот красивым золотистым фоном значит в центре у нас остается белое солнце да то есть она вы прямо белая поэтому вы можете себе можно его потом сделать да вот но вы его должны для себя где-то вот отметить да то есть вот где она у вас там приблизительно будет вот и я сейчас начинаю как раз таки мне понадобится достаточно так как это будет все очень такой полупрозрачная прозрачная даже вот то есть вам нужно будет достаточно много вот этого как бы прозрачного топа до 0 базы чем вы разбавляете и так отметьте для себя солнышком да в принципе можно взять белый гель-лак на кончике да и немножко вот как бы вот и вот так вот здесь вот наметить да то есть вот прям вот так вот его обозначить и вот и я начинаю вокруг да то есть у нас идет как бы вот центральная часть достаточно теплая вот и потом расходясь дальше она переходит вот там идут оттенки такие розовые красные потом они постепенно переходят в фиолетовый темный цвет да то есть вот здесь вот так как раз вокруг солнца такая красивая рамочка вот и я разбавила прозрачным и я сейчас вокруг вот этого белого пятна так называемого моего солнышка вот я начинаю прокладывать вот такой вот оранжевый золотой цвет который плавно у меня потом перейдет вытирая кисточку значить и добиваюсь чего добиваюсь плавных переходов то то есть мы это просто делаем используя прозрачные да так значит смотрите когда мы я вот смотрите я описываю солнце дату сяну круглая поэтому обратите внимание на мои мазки какие они так следующий момент и те же оттенки сразу же вот только теперь у меня идет река вот она течет по земле вот поэтому маски должны быть у вас строго горизонтальные иначе не потечет то есть я это говорю все время то есть когда как только начинаем писать пейзажи мы я вам об этом все время говорю вот так что многие уже рисуют шикарные пейзажи так что молодцы слышите меня так девочки вот теперь делаю следующий момент мне нужно перевести плавно оранжевый фиолетовый кто собственно говоря рисует немножко разбираются в сочетании цветов вы понимаете да что когда мы смешиваем оранжевый с фиолетовым у нас что происходит у нас как раз таки происходит не очень хороший цвет получается потому что это контрастные цвета и они при смешивании могут дать не очень красивый оттенок поэтому в природе все хорошо продумано у вас идет плавный переход фиолетовый поэтому дальше 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 у вас вот этот цвет оранжевый он плавно там такая знаете как бы прослойка между фиолетовым и желтым да в таким оранжевым ума у вас идет как раз таки вот вот знаете такой небольшой такой вот как бы переход в красное потом красный переходит так как этот цвет естественно вполне хорошо себя чувствует и с этим и с другим цветом до холодным вот поэтому у вас идет плавный как бы такой вот переход до через красный да то есть вы переводите свой оранжевый через красный ну и конечно мы тоже его растушевываем да то есть у вас получается вот такой вот то есть прозрачным в такой прям в акварельной техники мы их совмещаем так ну соответственно как бы добиваемся плавного перехода да вот таким образом вот и уже потом но такие же оттенка нас есть и естественно в реке вот поэтому мы то есть это же отблески до зеркальной водной глади у вас мы с вами тоже горизонтальными мазками вводим этот оттенок вот и дальше у нас уже идет более такой знаете холодный оттеночек вот и я уже беру дату сети постепенно ну как вот так у нас будет переходить и я уведу фиолетовый цвет вот может сначала сделать вот так потом добавить фиолета потому что у нас вот это вот как бы вот эти боковые стороны темные то есть там как а что на этом фоне будет очень хорошо смотреться заснеженные ветки деревьев вот поэтому мы сейчас с вами сначала прокладываем фон такой вот тела так и вот здесь обязательно у нас и тут тоже вводим вот эти маски так я взяла оранжевые то то есть как бы такие тоже отблески так розовый потом ставим и так плавно переход то есть мы сделали с вами в такую предварительную тонировку вот следующий момент конечно сюда что же попадают да вот близки поэтому вот давайте сюда тоже немножко проложим так вот 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 так формируем берег дату себе вас палитру этот фиолетовый прокладываю немножечко вставляем так и вот у нас предварительно уже как бы вот мы проложили то есть у нас намеченная как раз таки берега и я немножечко прошлась сделала небо вот сейчас здесь немножко так фиксируем в лампе так нужно брать обязательно коварный волос потому что потом будет мешаться фиксируем в лампе так и теперь следующее что мы с вами делаем мы сейчас с вами как раз таки они добавим вот эти фиолетовые оттенки вот но и самое главное мы сейчас с вами как бы нарисуем нарисуем вот эти вот деревья дача то не деревьев то есть сначала все это будет достаточно вот в таком в наброска сделаем скажем так потому что у нас есть деревья ну вот у нас с вами потом это все акварелькой немножко прорисуем и так значит деревья да то есть во первых я взяла такой вот фиолетовый цвет и уже начинаю прокладывать тени дату и смотрите у нас значит по нижней части да то есть конечно же самое темное место да там где свет не попадает поэтому нас с вами как раз таки вот и отражение на воде достаточно темная вот именно у берега да вот и с этой стороны тоже я взяла такой знаете темно-фиолетовый смешала с прозрачным потому что хочу легкий пейзаж вот и сейчас и добавил немножко красный до чтобы вот все таки он такой как бы был более скажем так живой потому что фиолетовый оттенок сам по себе он такой немножечко холодной да и но тем более у нас здесь вот как бы есть теплые да то есть у нас контрастный такой пейзаж очень за счет этого он смотрится таким светящимся поэтому я добавила все таки немножко в этот фиолетовый холодный я добавил красного да то есть у меня такой получился теплый итак я начинаю намечать деревья да то есть они у меня тут есть вот очертание стволов я начинаю рисовать принципе а можно даже взять тоненькую кисточку до чтобы все-таки получить такой вот как бы изящный день то поэтому то есть сначала рисуем большой ствол вот потом если на там их несколько значит рисуйте несколько дальше ветки те что ну во всяком случае крупные ветки да то есть потом уже можно достроить мелкие веточки вот не забывайте что они у нас будут заснеженные да вот поэтому мы как бы себе готовим так солнце не перекрываем мы готовим себе как бы такие вот площадочки веточки куда мы сейчас не будем кидать так и у меня вот здесь есть такие кустики да то есть тоже я их вот так сейчас себе только намечаю с этой стороны у нас тоже с вами деревья и самое главное там у нас идет елка то есть сначала мы рисуем ствол основной вот потом рисуем ствол да то есть потом мы уже добавляем ветки так здесь вот у меня бережок так и у нас уже начинают что-то там проявляться да так и у меня на заднем плане есть видите елочки я рисовала вот поэтому я сейчас их немножко тоже прорисую не все а только вот ну буквально чуть-чуть знаешь смотрите вы когда будете задний план рисовать самое главное не нарисуйте не улики самое главное не увлечься не нарисовать их у слишком яркие до чтобы потому что чем более прописаны они будут да тем больше они начнут о себе заявлять да и выходить на передний план нам это пока нам в данном случае не на потому что мы хотим как раз таки показать да что у нас есть такая глубина в пейзаже вот мы ее как раз можем достичь таким вот визуальным эффектом до зная законы воздушной перспективы вот как раз таки у нас эти получается да так вот они маленькие на заднем плане итак мы с вами нарисовали да то есть я вот отметила здесь у нас тоже вот задний план деревья фиксирую в лампе так и вот сейчас я также намечу немножечко очертания елки да я потом буду делать прорисовку акварелью но в любом случае надо вот такие цветовые пятна до проложить потому что прорисовывать мы будем черный акварелью то есть по липкому слою цветная она ну то есть там я покажу сейчас когда технологию так и вот теперь а я заполимеризовала и у меня есть здесь такой вот бережок на котором вот как раз таки стоит это елочка и указывает нам на это солнце естественно сначала ствол вот и уже дальше то как я вам показывал да вы начинаете на этот ствол рисовать вот эти вот горизонтальные линии да сейчас можно немножко просто как бы цвета дать скажем так очертания более четкие там какие-то уже ветки а мы обозначим уже акварелька но данном случае вам надо выдать просто цвет я смешал фиолетовый то есть я добавила туда черный да то есть она у нас такая вот как бы там прям яркая за счет этого то есть она за счет свой своей вот этой вот цветовой гаммы темной да она в общем-то привлекает внимание к себе вот поэтому я сейчас в общем-то сделал кп до цвет цветом пока указал так макушку я все-таки сейчас немножко выправлю то есть я не хочу кривую елку да то есть пока не заполимеризовали вы всегда можете поправить все промываете кисточку и обсушиваете да то есть в стаканчике да должен быть должен быть у вас какой-то либо обезжириватель либо спирт и так а я нарисовала елочку теперь беру фиолетовый знаете мне сейчас нужно такой как бы вот фиолетовый светлый но такой вот прям вот оттенок можно готовы такой взять гель-лак то есть по цвету до смешиваю немножко с прозрачным вот и я сейчас что хочу сделать меня будет в планах снег чтобы снег хорошо был виден читал сюда вот мы должны ну естественно под него подложить так ну во первых я хочу пройтись да то есть вот здесь вот у меня будет то есть тени у меня есть я сейчас как верхнюю часть вот эту светлую отмечу дальше ну давайте здесь тоже вот и обратите внимание да цвет холлое холодный прям такой вот очень контрастный к этим теплым оттенком да то есть вот за счет этого как раз у нас по мы получим такой яркий красивый дизайн так вот здесь вот смотрите у меня есть будут кустики да поэтому я сейчас вот тоже их там как бы намечу просто точечками так и вот теперь так задний план у нас тоже есть здесь так как это горизонтальная плоскость мы с вами что делаем отмечаем это все вот такими мазками пару мазучка вдвоем на реке да то есть мы сейчас еще там тени будем класть вами отражение на рисовать вот и вот таким образом я мазнул значит что касается деревьев то смотрите можно даже взять какую-то сухую такую кисточку вот и смотрите вот у вас есть ветки да то есть вы на эти ветки или возле этих веток да а начинаете прокладывать как бы вот такие пушистые кружочки только смотрите ни в коем случае ни один с другим да то есть никакого все шахматном порядке да то есть они не должны у нас с вами идти один за другим потому что это знать этого очень бросается глаза и это самое интересное это хочется делать почему-то знаете когда ставишь горошек вот я не знаю как у вас ну ты мне всегда был когда на каких-нибудь бантиках там вот рисуешь горошек до или клиенты когда просили сделать такой принтер горошек знаете горошек выстраивался так учетку прямо систему прямо один за другим и было сложно их в общем-то на поставить это именно в шахматном так немножко хаотично порядке и так я рисую да вот у меня ветки до ваша задача просто такие вот как бы мохнатые кружочки туда посадить вот да кисточкой кончиком прям так примакивая рисуется то есть пейзаж это вообще такая такой дизайн знаете он очень как бы в принципе условный то есть если вы схватите один раз вот эту систему построения да вот этих планов то он очень красиво смотрится и самое интересное его очень любят клиенты по сути дела вот смотрите это ничего такого сложного здесь не рисую вот да то есть точками да нету никаких то там построение особого да поэтому в общем ты такой приятный дизайн вообще увлекательный так фиксирую в лампе и теперь мы что с вами сделаем то у нас есть как мы уже с вами до обсуждали фон я смешиваю только малиновый фиолетовый вот мне нужно сейчас ну во первых положить тени да вот отражение и у меня вокруг есть видите вот как по такой вот темное обрамление моего вот этого всего дизайна то есть по боковым стенкам я беру для этого такой темный цвет да то есть вот этот вот я взяла темно-фиолетовый смешиваю обязательно с прозрачным даже может немножко черный добавить так ну во первых а вот здесь у нас идет так берем прозрачный да то есть вот немножко затемняем вот эту зону обязательно должны вы зачем следить чтобы у вас как бы вот просвечивал да вот делали знаете есть такой вот дизайн вуальда называется когда брали черный гель-лак и покрывали ногтевую пластину да и выводить как вот этот вот нижний фон он просвечивал да там делали его телесные там не оставляли белом вот и он как бы просвечивал здесь у вас такая же задача стоит да то есть у вас как бы вот этот вот нижний фон он должен просвечивать сквозь вот эту вот на тонировку до которую мы сейчас делаем то есть она должна быть полупрозрачная то есть это очень труд как бы задачи такая вот у вас стоит так здесь мы сейчас будем делать так фиксирую в лампе немножечко до так и вот сейчас девчонки мы делаем я щас возьму фиолетовый вот и теперь добавим теней и отражения да то есть вот немножечко темнее даже прозрачную так так значит что я делаю я сейчас отмечаю деревья затемняем здесь так и вот что мы еще делаем у нас когда снег лежит да то есть это же лишь такой достаточно плотный объем вот то конечно он имеет тени да то есть конечно внизу мы сейчас вот тоже у вас есть пятна те что мы с вами прорисовала как бы сейчас рисовали да вот и выпадаете пятнышки вот эти пятнышки снизу немножко тоже вот так вот так ну он солнце у меня все вот это мы немножечко вот эти вот до пятнышки снизу проложите тени под них на них снизу внизу так а здесь немного ствол да то есть как раз на этом этапе если они у вас эти стволы не очень хорошо видны да вот вы их пожалуйста еще раз можете подправить так вот я сейчас проложила да то есть у меня как бы вот получилось вот самое главное что мы сейчас сами сделаем мы с вами проложим тени да и вот теперь смотрите у нас начать под как раз таки возле вот берега до отражение там на берегу растущих каких-то деревьев там растений вот соответственно вот таким образом да то есть используют эти горизонтальные мазки мы с вами сейчас пройдемся по вдоль берег да то есть вот таким образом еще тем самым мы с вами как бы да то есть у нас получается отражение елки так теперь здесь то же самое делаем берег отражение деревьев ну то есть прям вот эти вот стволы вы так позначите вот над чтобы были стволы естественно так и вот теперь немножечко сейчас так отметили вот и теперь беру немного вот сейчас прозрачным немножко тоже растянем что такое знаете как бы водянистый эффект следите строго за движением кисти и теперь немножко поправлю так смотрите нам нужно добавить немножко еще сияние фиксируем то есть вот эти вот оттенки различные да то есть там неоновый вот поэтому берем прозрачный и сейчас немножко вставим так значит беру вот этот неоновый такой прям а и теперь вставляем различные оттенки достаточно хорошо вот как бы разбавляется ну что прямо совсем таки вот кислотные цвета пейзаж все-таки у нас до копых немного такие вот они чтобы были давали свечение но не были агрессивными так то же самое делаем розовые берем то есть используем прозрачные да то есть вот ну как будто вот такие вот как бы рефлексы вводите цветные такие вот оттенки до которые нам сейчас оживет такой сказочный пейзаж у нас получится розовый оранжевый хорошо дружат поэтому можете не полимеризовать если берете какие-то цвета которые дни совместно дают не очень приятный цвет значит полимеризуйте и потом их то есть когда они у вас они будут физически смешиваться да то у вас будет в принципе такой нормальный их взаимодействие скажем так так и вот сюда розовенькие да то есть а прямо мазками вставляете вот эти вот оттенки но помните что когда мы рисуем воду чтобы вы там с ней не делали а у вас обязательно должны быть именно горизонтальные мазки так какие то мы можно немножко красные то навести ну то есть потом вот прямо вот после того как у вас уже построена да как бы все вы уже можете просто цвета какие-то добавлять и уже как бы да вот можно полимеризовать чтобы так совсем все не перемешалось так фиксирую в лампе итак теперь мы с вами да так сейчас вот ты еще мы с вами что сейчас добавим так нам нужно сделать акварельной прорисовку так я вот здесь вот вдоль берега хочу немножко затемнить потому что у нас а возле берега конечно же всегда тень бег до падающей тени у берега на воде тоже естественно будет поэтому мы ее сейчас с вами вот просто я хочу вставить то есть можно я взяла красный такой фиолетовый оттенок так ну вот у нас как бы вот и готова и мы сами приступаем к подорисовке акварелью у вас здесь липкий слой вы соответственно что делаете все до конца полимеризовать то есть если это у вас какие-то были промежуточные этапы какие-то промежуточные этапы полимеризации да таки там по несколько секундчик смотрите вы всегда плотным плотным гель-лаком до без прозрачного можете что сделать можете подправить да или например у вас очень темный там какой-то цвет вот вы всегда можете подправить потом следующий момент а мы с вами можем сделать конечно еще блики на воде не забывайте да прям мазками можно немножко тоже отметить вот таким образом то есть это все-таки тем более пейзаж зимний немножко там подмерзла вот мы как раз а можем положить и так предварительно готова итак друзья продолжаем я сделал вот такую заготовочку предварительно рисовал пейзаж теперь беру акварель вот смотрите еще раз говорю акварель корейская не подходит вот у них видимо там и состав несколько иной французской не подходит наша великолепно работает вот поэтому я взяла санет свой вот и соответственно вам нужно будет вода нужен будет нам черный цвет но можно еще там фиолетовый подцепить и следующий момент нам нужно будет обязательно с вами колонковой кисточку да вот девчонки и кисточку конечно нужно брать книги не ту что была у вас в деле согласна и то есть и еще такой знаете очень важный такой момент это девочки кисточка не должна быть тонкая понимаете то есть вот как раз это тот случай когда должна быть хорошая кисточка да ну с кончиком понятно да что с кончиком но она должна быть не тоненькая потому что значит для того чтобы ваш акварель рисовала рисовала на липком слое да то есть у вас должна быть достаточно хорошая консистенция да то есть не просто водянистый как мы привыкли с вами рисовать вот то есть вы берете смачиваете кисточку и вот так вот прям хорошо набираете эту акварель куда посмотрите сейчас вам показываю то есть вот если вы обратите внимание да то вот у меня ведь она акварель не лежит традиционно такой вот как бы капли воды да она у меня вот достаточно как бы такая вот густая то есть вы себе прям туда на палитру выкладываете такое достаточно хорошее количество пигмента следующий конечно можно взять и фиолетовый да так как у нас с вами фиолетовая гамма такая сиренево-фиолетовая вот можете еще себе рядышком фиолетовый оттеночек положить так и вот теперь девочки значит смотрите конечно акварель у вас будет рисовать только в том случае когда у вас но она мокрая поэтому рядом вы для удобства для работы копыть каплю ну так ну чтобы стакан все время не мотаться потому что когда вы опускаетесь стаканчика то естественно когда разбавлять акварель да то есть она у вас разбавляется вам в любом случае нужно будет эту акварель конечно разбавлять то есть вот посмотрите дальше я мою кисточку вот выложила на палитру вот обратите внимание ведь вот капля воды лежит да вот она вот так лежит и вот практически как гель да или даже гель краска лежит акварель то есть она достаточно видите вот не просвечивает вот перчатка не просвечивает здесь просвечивает понятно вот то есть плотно должна лежать пигмента должно быть много и теперь смотрите я что делаю мне сейчас я буду прорисовывать прямо отсюда беру немножко намочил у меня была чистая сухая кисточка я немножко намочила здесь вот и поцепила то есть понятно что у вас вот такая консистенция то есть достаточно концентрированная да вот и как раз таки по липкому слою вы сейчас можете совершенно спокойно рисовать то есть прорисовка получается очень классно то есть она получается тонкая естественно потому что это акварель вот и вы естественно можете добавить вот эти тоненькие веточки которые в общем-то сами согласитесь да будет достаточно сложно нарисовать вот именно в таком виде да будет сложно нарисовать гель-лак гель-краской даст ведь и но есть а мочите да то есть как только у вас кисточка перестает рисовать значит вы немножечко и и макаете в этот кончик здравствуйте то есть вы макаете в кончик до воду и начинаете работать да то есть вот как только чувствуете что кисточка не рисуете вот и видите как здорово а можно сделать очень тоненькую прорисовку то есть вы в принципе это можете использовать держится это шикарно на липком слое вот водянистый конечно акварелью мы здесь рисовать не сможем вот но в качестве прорисовки это очень здорово в общем то вот работает поэтому как бы можете себе взять на вооружение то есть мы завтра еще сами будем прорисовывать вот этих вот персонажи до нашей иллюстрации вот то есть и все 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 я могу как раз таки вот это акварель удавите какие в общем то ли не получается так кустики сейчас вот они обязательно это должна быть прямо черная акварель да то есть это в общем то вот как бы но она должна быть девчонки концентрированная и вот таким образом кончиком кисти как только она у вас немножко будет разбавленная то есть она вас начнет естественным образом на липком слое собираться до нового когда она у вас густая особенно вот именно там санет или ленинград какие-то вот такие вот наши краски они имеют достаточно такой хороший пигмент синтетический состав вот поэтому очень хорошо все ложится вот да видно да то есть какие в общем то можно сделать тоненькие линии вот как только кисточка подсыхает в ее немножечко смачиваете ваши капли который лежит рядом вот и сразу же так я сюда не лезу почему я сюда не лезу потому что здесь у нас задний план мы его не должны слишком выделять да так вот ну и соответственно здесь тоже самое да то есть вот я прорисовываю что касается вот толщины кисти хочу сказать здесь смотрите сами потому что ну вот просто липкий слой как бы до достаточно густая акварель и какая-нибудь кисточка нулевочка например колонковый до которым вы говорили например можем использовать такой в классическом варианте то она здесь может как бы немножко не справиться так прорисовываю елку немножко до провела опять тоненькую линию и вот чуть-чуть прорисовываю как раз вот эти веточки видите но а сейчас они уже у меня такие более тонкие потому что я это делаю акварелькой да вот получается у вас как бы на фоне размытый гель-лаком до черта не елки вы немножечко еще уплотняете акварелью так если вдруг есть как раз таки желание там еще на заднем плане какие-то веточки там нарисовать например да там еще какой дерево стоит можете не рисовать вот дело в том что видите насколько можно акварелью сделать очень тонкие ветки да то есть там можете на заднем плане еще там какое дерево поставить то есть видно да какие в общем то тут возможности есть совмещение да видно очень изящный получается пейзаж потому что вот все таки гель-лак и гель-краска они не обладают всеми свойствами которые дают я вот акварелька так немножко можно также вот по берегу пройтись смотрите здесь на переднем плане я могу немножко такие вот как бы наметить ветки на которые я потом снег посажу да так ну вот здесь вот что-то там у меня как бы да можете обыграть какие-то такие вот условные а то есть вот а так вот здесь вот тоже понятно да то есть мы делаем с вами прорисовку добавляем какие-то мелкие элементы в наш пейзаж и мы с вами получаем ведь вот в общем то какие у нас такие вот возможности есть именно вот совмещению двух материалов как только прижимаете конечно же то получается толстая линия так сейчас немножко делаем так так ну вот то что касается все таки отражение воде они размыты здесь конечно лучше это сделать акварию они акварели гель-лак да то есть но будет хорошо ложится ну естественно долго не надо там и вы опять можете потом взять гель-лак и сверху можете тоже пройтись пожалуйста без проблем так ну собственно я нарисовала то что хотел это в плане вот именно добавление вот это прорисовки да там все можно сейчас еще здесь ствол усилить так и вот теперь те а вот теперь мы начинаем с вами рисовать снег так сейчас здесь немножечко потолще сделаю вот поэтому девчонки можете взять на вооружение прорисовка получается очень классная сеть это погуще акварельку и вперед итак смотрите я вот сейчас просто немножко добавлю как бы еще отражение вот и мы с вами начинаем рисовать снег до кисточки держим отдельно девочки да то есть для акварели для гель-лака разные кисти обязательно имейте это ввиду то есть напутать иначе акварель свою испортите вот и и собственно говоря никакой результат не будет и так значит а я сейчас немножко хочу добавить вот сюда отражение то есть вот как бы вот не очень тут разглядела что значит да вот сюда просто вот потемнее усиливают таким образом на вот все естественно на основе прозрачного вот то есть конечно же когда нам что-то нужно такой размытое то здесь уже понятно что гель-лак мы берем так я вот усилила вот все таки вот прорисовала отражение дерево только не настолько далеко да то есть вот здесь размоет то есть самое такое четкое ярко-темное отражение она возле берега естественно после того как она рассеивается до чем дальше вот берега так ну так вот сделаем и теперь а мы с вами будем рисовать вот как снег то вот этот вот еще немножко я работаю прозрачно красным красным но немножко по цвету просто утка подрабатываем и так значит девочки мы с вами сейчас берем у нас есть белый гель-лак у нас есть сиреневый и у нас есть сиреневый такие вот как бы уже лежат сугробики мы начинаем постепенно да то есть вот я беру белый гель-лак вот у меня здесь немножко его смешивают девочки будет здорово если будет какая-то кисточка знаете такая сухая вот типа вот если нету то можно обычный тоже так же вот теперь смотрите у вас есть на такой вот уже лежащий сугроб здесь тень по верхней части вот такими как бы прикладывающими да вот такими точечными движениями вы начинаете уже рисовать снежок да то есть мы постепенно сейчас это все уведем в белый да то есть вот таким образом для того чтобы это у нас было все объемная да можно вот как раз используя такой вот скажем так в несколько ступеней это делать вот не очень густо пока да то есть вот а также у нас есть еще берега на берегу нас тоже и тут так там кустики немножечко тоже а вот как бы вот на кустики сверху я тоже припорошила дальше беру белый да то есть здесь я вот немножко проложил такой знаете как по сиреневой далее здесь тоже самое я делаю то есть не очень активно да то есть не надо прям все вот прям запомнить да то есть слегка то есть у нас будет сочетание как бы вот такой переход с темный фиолетовый там сиреневый и в белом и увидим и как раз у нас такой объемный снег получится то есть композиция изображение будет такое достаточно объемная так и вот здесь то же самое и здесь тоже самое немножечко вот так вот и прошли здесь а кустики раз уж мы кустики ну вот представьте что у вас здесь такие вот как бы и стебельки собранные вазочки да такие кустики и на кустиках вы сейчас прокладывайте снежок вот здесь немножко таких горизонта как только у вас мы как только вы начинаете какую-то плоскость рисовать горизонтальную вода земля асфальт а мы с вами уже переходим автоматически вот в такие вот маски так а немножечко такой вот рябь даю не очень она как раз будет у нас такая активная потому что цвет приглушенный и следующий момент фиксируем лампе вот а теперь а теперь уже берем что белую краску да то есть мы берем уже белую гель краску потому что нам нужно чтобы у нас уже как бы четко лежал вот этот вот снег да такой прям был белый и и консистенция должна быть несколько такая уже более плотная да то есть вот смотрите можно взять ну вот у меня например гель краска очень плотная поэтому я сейчас конечно возьму кисточку синтетику и вот сейчас мы начинаем значит что вы делаете конечно мы немножко пройдемся по стволам деревьев то потому что на них же тоже налипает снег да вот мы немножечко там тоже пройдемся вообще на картинке там изображены как бы березки вот ну я не буду березки рисовать я просто вот так их немножко отмечу белым так и вот смотрите у вас есть вот эти вот сугробы шапки до снега на ветках и вот вы сейчас на них то же самое вот такими вот точечными движениями вы прокладываете уже ну понятно белый такой и тем более вот как бы консистенция гель-краски вам дают такой прям 3d эффект вот как раз здесь на данном этапе можно взять какую-то сухую кисть жесткую да то есть здесь вот будет очень хорошо работать знаете ну вот она должна быть жесткая кисточка то есть берется прям сухую кисточку да вот так вот можно губку но губка я просто боюсь что она будет большая можно таким уголком там да вот и вот эти вот как бы снежные можно также поставить сухой кисть кисточкой но у меня кисточка не очень такая вот так вот поэтому можно ограничиться таким знаете ручным методом не автоматизированным ручным такой знаете вот ну просто был вот так вот просто будет быстрее если есть такая какая-то прямо жесткая вот как кисти продают такие вот из щетины свиной вот в принципе какая кисточка будет здесь вот она кстати было будет не на кстати очень вот но если нету то можно вот так вот рук ручками значит себе тоже обозначить будет как раз таки еще круче изящней вот но если кто-то хочет ускорить процесс можете попробовать кисточку такую но если есть у вас так с одной стороны можно вот как раз обозначить ветки да там немножечко на темном фоне то есть они у нас тоже заснеженные вот и кончиком кисти так не забываем про кусты тем более они у меня как бы на переднем плане вот поэтому я сейчас их вот в общем то тоже обозначу можно немножечко их на если на темном фоне веточки да вот так вот провести так и конечно у нас есть берега на которых тоже какая-то какие-то видать там все-таки снег то ложится конечно какие-то и ветки есть кустики вот поэтому также можно немножечко проложить смотрите вы можете сначала даже вот так вот раскидать пятна снега да так и здесь что касается вот такой вот наши главные героини елки можно сказать вот то на ней можете просто самое главное не переборщить и вот тоже парочку таких вот штрихов горизонтальных по росту ветки в елке вы также можете немножечко провести но не переборщите потому что чтобы она не потеряла форму то есть можете для объема привести так на переднем плане у нас кустики тоже есть вот ну то есть здесь кидайте снег значит что касается вот по снегу да то есть я сейчас вы смотрите что еще сделаю то есть я сначала так вот просто ставлю точки до ставлю точки так и здесь немного тут тоже на мете здесь ну а по сути дела здесь у боковых стенок это все выступает как бы немножко в роли до животка как у такого оформления центральной части картины наши вот поэтому ну вроде как для объединения можем и здесь немножечко вот наметить так конечно снег же может быть река тоже может немножко подмерзнуть так вот то что касается да вот водной глади мы значит с вами знаем что это у нас только горизонтальной мазки поэтому если будет вставлять ни в коем случае друг за другом да вот как бы одну вот так вот ступеньки на веревочной лестнице мы с вами это не делаем то есть пожалуйста не забывайте то есть все должно быть да то есть короче длиньше то есть если будете вставлять так а вот теперь смотрите я просто накидала сейчас это беру сухую кисточку такой вот как бы кланку вы свою кажется акварельная кисточка но обсушите гелевую кистью прямо чтобы она немножко взлохматилась вот и вы можете немножечко вот эти свои капли как бы да вот их вот таким образом да тоже как вариант можно то есть эти они получаются очень такие вот как бы мелкие да уже такие прям действительно пушистый эффект получается потому что когда все-таки точки ставите это точки вот а когда мы их вот так вот можем распушить потом если вдруг кисточка опять расклеились волоски можете ее об салфетку просто сухую обтереть да и вот у нас тоже получается такой неплохой пушистый эффект собственно говоря все так ну вот наш пейзажик у нас собственно говоря готов фиксируем лампе и конечно же мы все-таки с вами nail мастера и у нас очень много различных вот этих вот материалов для дизайна да и мы можем там также немного добавить а мерцание значит я сейчас все это дело растушевала что я сейчас здесь обнаружила немножечко у меня как будет есть кусты но нету теней под кустами вот на палитре у меня есть разбавлены фиолетовый да то есть а никто мне не мешает потом доработать естественно да вот доработать какие-то такие вот вот можно не дорабатывать уже так девчонки я фиксирую перекрываю топом я в принципе все вот нарисовал единственно знаете что сейчас я покажу а можно взять неоновый желтый неонный желтый ну вот прям если совсем хочется еще так вот и у нас вот это вот была белая центральная часть которому с вами или под солнцем и вы сейчас вот этот неоновый желтый можете немножко разбавить конечно с прозрачным обязательно все что касается вот именно каких тонировок дари рефлексов тени как я всегда говорила используем прозрачный что все это было очень легко но если хочется прям такого совсем вот очень яркого эффекта да можно вот прям взять и еще нибудь неоновый желтый добавить да пожалуйста ну и конечно когда у нас не он ложится на какую белую подложку он становится такой активный но это такой как дополнение лирическое и так девчонки я перекрываю перекрываю а сейчас и полимеризую перекрываю топа вот и мы с вами можем что сделать мы с вами можем добавить так новый сколько угодно можете там потом еще добавлять все куда-то немножко по снегу даже пройтись то есть такой вот как бы можно добиться очень таких переходов красивых по цвету самое главное помните что должно быть прозрачной и так фиксирую лампе перекрываю вот беру блестки мелкие у нас есть с вами мелкие блестки но я думаю что они у всех у вас есть так как тима не брутки вот такие вот и мы конечно с вами можем добавить уже потопу да как мы делаем до посыпать как раз таки для того чтобы был такой совсем новогодний эффект мерцающий вот поэтому смотрите когда вы рисуете пейзажи дату в принципе здесь каких-то таких колоссальных навыков рисования не нужно вот то есть ваша задача самое главное это определить линию горизонта вот что там нарисовано и вы помнить должны все что дальше от вас да что значит дальше от вас так сейчас сосуну вам сейчас я вам объясню так сейчас ну потопом конечно у нас все эти все маски сглаживаются и получился такой хороший красивый эффект значит девочки смотрите когда вы рисуете пейзажи вы помните просто вот такие вещи вот смотрите вот вы здесь вот вы здесь вот вы зритель вы здесь вы смотрите туда вдаль поэтому вот все что вот все что ближе к вам да то есть деревья тоже могут быть да вот это все вот вот особенно вот эта часть это вот то что близко к вам поэтому там в эту часть прорисовывается вы там можете какие-то мелкие там все моменты прорисовать вот все 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 и вот чем дальше от вас да чем дальше от вас тем она все меньше менее прорисована да поэтому вы как раз вот можете таким образом добиться добиться до конца wpizedor добиться вот этого как раз визуального эффекта вот этого большого пространства потому что как будто я смотрю туда и терросе вижу на дальнем плане вот эти маленькие елочки то я вижу что вот это вот такая вот глубина идет и и все это ведь на одном типсе да то есть это за счет вот именно вот этих визуальных эффектов до работы закон закона вот этой вот перспективы вот поэтому запомните вот все что ближе к вам вот это все очень хорошо прорисовывается как только вы все начинаете прорисовывать увеличивать делайте ярче она к вам приближается поэтому если вы рядом нарисовали такой прям прорисованные дерево а рядом не очень прорисованы маленькую елочку то соответственно автоматически визуально елка будет отдаляться от вас понятно вот то есть если я сейчас нарисую вот здесь большого снегиря то соответственно он будет а вот я перед ним вообще стою вплотную а вот это дерево и елка она вообще еще дальше отойдут и так девочки значит понятно да в общем все что вы будете хорошо прорисовывать она будет автоматически выходить на передний план то есть приближаться к вам вот поэтому здесь в общем то вот все просто достаточно самое главное начинает с линии перспективы с линии горизонта как-то к линии горизонт найдете все ставите на нее так значит смотрите девочки я что делаю я беру гель-краску ставлю точки то здесь вообще зависит от того сколько вы захотите вот этого божественного мерцания глиттера съемка вот поэтому а как бы да для себя решается но я немножко вот на деревья положу можно много можно мало кому как нравится как всегда говорили у нас блесток много не бывает слышали на такое изречение который уже стала классикой поэтому вы можете тоже но это вообще на любителя но хочу сказать что зимой как говорится это все можно так а ну вот там где вы хотите все дел положить а там значит выкладываете сырой материал это может быть гель-лак это может быть топ это может быть как я сейчас делаю гель-краска то есть принципе как бы любой гель который вы используете так я сейчас тоже немножко это все делаю так вот особенно здесь такие ошметки меня я немного растяну вот и что он делал был немножко все это да вот берем так немножко в речку нам добавить как же как же как же помним о том что горизонтальные движения конечно же так и теперь я беру эти блёсточки сыплю ой так но блестки девчонки мелкие лучше должны быть один раз посыпала манку знаете да что куманка но такой снежок материал вот она достаточно крупный оказался и я просто все засыпал то есть он прямо вообще растянулся есть и в итоге у меня просто был был красивый такой знаете такие были красивые пятна белые снега но рисунок весны немножко засыпался и было его не видно и так ну после того как у вас заполимеризовалась давай естественно это все стряхиваете и вуаля у нас с вами вот такой пейзаж получился и вот как раз мы здесь с вами прорисовывали акварель да и вы можете попробовать также и вам понравится я сто процентов даю вам понравится и вы будете вообще все прорисовывать акварелька потому что прорисовка получается тонкая вот так что у нас с вами готов пейзаж и девчонки работы присылайте в директ вот а попробуйте на ногтях это очень красиво смотрится и клиентам это нравится единственной девочки когда вы рисуете пейзажи я всегда говорю значит смотрите у меня к вам просто такой как бы совет рисуете возьмите тоненькую кисточку и прям вот прорисуйте это может быть темная рамочка то есть вот гель-лаком оформите вот эту верхнюю часть и боковые стенки потому что когда отрастают вот когда просто пейзажи отрастают они очень некрасиво смотрятся если нету четкой линии поэтому берете тоненькую кисточку и возле кутикулы боковым стенкам вы выравниваете вот эти все маски просто в какую-то рамочку это может быть светлая рамка это может быть темная в любом случае это будет очень красиво смотреться вот на сегодня у нас все мы с вами нарисовали вот такой пейзаж фон у меня был желтый то есть вы можете попробовать на разном фоне вот а завтра у нас с вами девочки будут вот такие персонажи и опять таки мы с вами как а здесь их порисуем пробудем прорисовывать акварелью да как сегодня вот мы уже показывали я на пейзажах показала и вот завтра мы будем их повисовать все сегодня всех целую обнимаю спасибо за внимание всем пока